Послание отца Абсолюта 22 апреля 2020 года Зерно истины Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о том, как можно определить людей, находящихся на одной с вами вибрационной волне. Я дам несколько практических советов для тех из вас, кто пока не научился пользоваться своей чакровой шкалой и не очень хорошо чувствует вибрации других людей. Сейчас, когда все разговоры крутятся в основном вокруг темы коронавируса и связанных с ним событий, вы можете выработать некие обтекаемые формулировки, вполне нейтральные, чтобы прощупать людей на их готовность услышать правду. Например, это могут быть такие фразы, как «Скорее всего, это произошло не случайно», «Вполне возможно, что опасность несколько преувеличена», «Я думаю, что это только видимая часть проблемы» и многие другие, которые призваны поселить в сознании человека сомнения в том, что информация, которую он получает из официальных источников, не соответствует действительности. По реакции человека, по его глазам, выражению лица, эмоциональному фону, вы сразу поймете, насколько открыт он альтернативным знаниям. И если он не начнет с энтузиазмом отстаивать официальную точку зрения, повторяя навязанные ему с экрана телевизора факты и цифры, а проявит искреннее любопытство по поводу новой для него информации, вы можете начать поэтапно, медленно и осторожно, раскрывать ему глаза на происходящее. Очень важно, родные мои, почувствовать тот предел, за которым может последовать обратная реакция – недоверие к вам. Необходимо проявить тонкое чувствование своего собеседника, внимательно наблюдая за тем, как он реагирует на ваши слова. Я вижу, мои родные, что многие из вас впадают в крайности, проявляя излишний энтузиазм в стремлении пробудить окружающих, и зачастую результат получается обратным. Почаще вспоминайте выражение «благими намерениями выложена дорога в ад». В данном случае идеальным является вариант, когда человек начинает сам задавать вам вопросы, убедившись в том, что вы обладаете необычной и интересной для него информацией. Но не забывайте о том, что прежде чем начинать подобные разговоры, у вас должен быть приличный запас неопровержимых фактов, свидетельствующих о преступлениях мирового правительства. И таких фактов сейчас появляется все больше. Как вы уже знаете, самым ценным для человека является его собственный опыт, его собственные выводы и его собственное понимание происходящего, а не то, что ему навязывается извне. И вы можете дать ему такую возможность. На основе предоставленной вами новой для него информации, идущей в разрез с той, которую навязывают ему официальные источники, он сделает собственный вывод о том, что на самом деле происходит сейчас в мире. Так вы окажете добрую услугу и себе, и ему. Себе, тем, что не будете оказывать давление на человека, предоставив ему свободу выбора. А ему дадите шанс расширить горизонты своего познания мира и выйти на новую ступеньку духовного развития. На этом и остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение.